Ну, шикарно, я шикарно. Спасибо, Максим. Я хочу, значит, с вопроса к залу. Кто хочет заработать миллион долларов в Bitcoin-кзетах? Вот есть такие ребята. Супер отлично. Я вам расскажу, как их сохранить и как их безопасно тратить, когда вы это сделаете. Мне бы еще включал слайд. Собственно говоря, моя тема – это безопасность использования интернет-кошелков. Что такое Bitcoin-кошелек? Это набор каких-то адресов и каких-то ключей. Что такое адреса? Самый простой пример – это банковский аккаунт. То есть адрес – это то, на что вам можно прислать Bitcoin. Соответственно, на каждом адресе у вас будут лежать какие-то ключи. Что такое ключи? Когда вы хотите кому-то отправить в ваш Bitcoin, вам уже отключена какой-нибудь код или карточка, чтобы вы подписать транзакцию и не ушли. Как работает самый простой кошелек? Он создает ключи, создает ингресса, он мониторит. Нет у вас никаких новых придачных транзакций. Он создает контракт, подписывает и отправляет. Какие есть недостатки? Вы можете использовать или полностью у себя на компьютере такой кошелек. Тогда вам надо встречать базу даток. У вас закрывает это очень долго. И каждый раз он может в порядка минуты обнаграться, чтобы что-то сделать. Но это не плохо. Потому что мне все хотим быстро отправлять деньги. Или же, опять-таки, какой-то удаленный сервис, который берет это все за вас. И все хранится на сервисе. Но был уже один случай, когда порядка 100 миллионов долларов все-таки по сервису выделить. Поэтому я думаю, что вы выбираете свой пункт в этой сервисе. Есть более продвинутая схема, когда у вас, допустим, веб-ношинок. Часть ключей происходит только на вашем компьютере. Часть на сторонних сервисах. То есть, на вашем компьютере создаются ключи, создаются адреса. Сервис, какой доступ они имеют. Сервис вокруг монитория, сходящий в платежи. И если вы подписываетесь в эту транзакцию, чтобы отправить планы, отправляют в сеть. То есть, вам не нужно 20 миллионов, а не качает. Вы можете там буквально скобили на телефон, и все отправить в свою компанию, сделайте. Более продвинутая служба – это сервис, который требует нескольких комплексов. То есть, вам что? Правильный платеж нужно вверх ввести в сеть. Или две из трех. Зачем это нужно? В таком случае, сервис, когда вы отправляете платеж, он может проверить, являетесь ли вы тем учащиком, который отправляет, запросив вам на авторизацию. Например, вам придет SNS, и надо 26 сетей, вы подтвердить. Или вам приходит имейл, или вам звонит кто-то и голос на 26 сетей. То есть, это очень незаконятно. Далее, если сломает сервис, у вас есть один ключ, сервис без вашего ключа не может отправить деньги, вы не можете без сервиса. То есть, если вы сломали вас, ваши деньги нельзя унести. Если вы сломали сервис, ваши деньги нельзя унести. Но если вы украли ключ, то не украли с развода денег. А если сервис накрылся навсегда? Если сервис накрылся навсегда, есть такая речь, как annual time exception. То есть, каждый раз, когда вы украли какие-то деньги, вы выйдете на сервис, вам приходит на e-mail, какая-то там зашифрованная транзакция, которую вы подписаны уже сервисом, вы сможете через какое-то количество дней, допустим, через 90, ей вы сможете записаться. Это хорошо, чтобы не потерять деньги, но это плохо, потому что за последние 90 дней какой-нибудь зимой упал, вы украли эти деньги. Для этого случая есть транзакция в рейс-кл. Как это работает? У сервиса есть один ключ, как в прошлой системе, у вас есть два ключа. Один ключ вы используете постоянно, второй вы распечатали, отнесли в план, положили в гипозиторную очейку. Если накрылся сервис, вы его распечатали, у вас два ключа, вы имеете доступ к сверху. Если же сервис накрылся, если вы потеряли какой-то ключей, вы второе себя можете восстановить и быстро создать небольшой же кошель. Дальше, я хочу сказать, есть флайм-рошинки. Каждый раз, когда вы пользуетесь каким-то онлайн-рошинком, теоретически, ваш компьютер может заразить вирусом, похитить вашу тёрч и каким-то образом вывести вашу время. Как используют флайм-рошинки? У вас есть два разных компьютера. На одном, все без отключения интернет, вы там генерируете ключи, создаёте кошельки, адреса, если вам надо открыть эти деньги, вы на флешечке переносите транзакцию, она решила в книге и выполняет. В таком случае, все, чем вы рискуете, если вы очень любите хакер, заразил вашу флешку и заберёвку челета, очень благоприятно. И самое сложное решение в основном, как это выглядит, это какая-то флешечка, чип, который хранит ваши ключи, которая не умеет отдавать вашу флайм. То есть, она физически не может его отдать, даже если у вас концентрация на самом сложном флешке в самом деле. И вам не надо с флешкой вернуть, потому что двумя компьютерами это очень безопасно. То есть, есть сейчас чипы Crescent, наверное, единственная сила, представитель, если его неизвестим веб-кошинком, это самая безопасная способ. Основные аспекты безопасности ваших флайм. То, о чем я рассказывал, уже кто контролирует BPM. То есть, BPM может контролировать только вы. Только сервис, не любого. Если только сервис, вы доверяете основному разработчику, это плохо. Если только вы, вы теоретически можете потерять ключи. Допустим, у вас снимался весь цифр, сажал 110, кошка съела вашу подальшую. Если контролируют BPM, и у вас есть дополнительный какой-то ключ, то вы защищены от этого всего. Прозрачность. Если вы пользуетесь каким-то сторонним продуктом, хорошо, потому что это будет какой-то известный продукт, который есть на разнике, и в чьи нестойные профорты, тогда программисты за этим сидят, если они попытаются сделать плохое, а потом пойдет суть. Тут так, фабральная авторизация. Я думаю, вы все пользовались на прямой банке, когда такие транзакции вам приходят в смс, потому что это общий стандартный способ, как проверить, что это вы, а то, что не он. Правильно. Приварность. Пользуясь каким-то вебсервисом, вы должны понимать, что диаметический сервис может сохранять ребят, из которого вы пользовались, и следить за вами. Если вы хотите спрятаться от этого, вы должны пользоваться или прокси сервисом, или ВК, или вкладом. И резервное копирование. То есть, вы должны понимать, что у вас должен быть где-то в руках вашего ключа, в случае, если вы его потеряли, что вы просто так не потеряли свои работы. Вот, у меня вышла довольно короткая презентация, но она очень техническая, поэтому, если вы попадаете к твоему вопросу, я сразу себе ответил. Если сказал БЛИЦ, БЛИЦ, то вопросы есть по плечам, куда они берутся, куда они направятся, где они и в в